Здравствуйте! Хочу теперь рассказать уже о мнении сформированном о парфюмерной воде Иден после суточного использования этой композиции. Напоминаю, что эта парфюмерная вода была создана в 1994 году, является узнаваемым представителем ретро-ароматов 90-х годов. Парфюмер ее создал основатель парфюмерной династии Жан Гишард. Эта композиция посвящена райскому саду, Иден переводится как Эдем, то есть райский сад. Но как можно посмотреть по оформлению в темно-зеленых тонах и с такой растительностью, достаточно нетипичной для парфюмерии, больше похожей на овощи, на горячалка артишоки, горчица, капуста, какие-то бурьяны, то можно сказать, что сразу же можно догадаться, что композиция эта посвящена не тому периоду, когда райский сад был обителю света, а тому периоду, когда уже райский сад начал погружаться в темноту. А как известно, сорняки выросли уже после грехопадения человека. До этого все травы и растения были исключительно полезными. И вся такая тревожная атмосфера оформления, она наивает мысли о том, что аромат будет нам рассказывать о райском саде, в котором уже притаилось древнее зло. Оформление достаточно простое, самого флакона напоминает чем-то, может быть, стремительно идущий женский силуэт. Трудно сказать, что имел в виду дизайнер, когда создавал. Сзади такая острая грань есть, цвет зеленый, но такая, в деле, не самый любимый мой оттенок, как-то с болотными нюансами оттенок. И трава-золотистая шейка у флакона. Очень прочная сидящая крышка. Ну, распыление я показывала в прошлом видео, что достаточно крупно-дисперсное. Но облако хорошее, нанесение приятное по объему. Что до самой композиции, то верхние ноты у нас, как мы уже смотрели, в прошлый раз я рассказывала подробно, это мандарин, лимон, брагомот и персик. Сердце, тубероза, дыня, кувшинка, ландыш, жасмин, роза, лотос, мимоза, ананасы, цветок граната. И в базе, вобытонка, почули, цветы акации, древесина акации, кедры, сандалы. Но, надо сказать, что этот аромат один из тех, о которых нет смысла рассказывать с точки зрения пирамиды, поскольку он выглядит достаточно монолитным. И разложить его очень сложно на составляющие. А вот первое впечатление о аромате, это такое ощущение, что он живет своей жизнью. Ну, ноту у него, конечно, чувствуется, что это ретро-композиция несовременная. В верхних нотах есть цитрусовая горечь, но очень сразу после нанесения раскрываются травы. И можно сказать, что первые минут 15 этот аромат представлен как бы тремя различными направлениями, которые, возможно, должны вызывать ассоциации с тремя персонажами этого предания о БДН-ском саде. То есть это мужчина, женщина и змей. Потому что, с одной стороны, мы слышим водный аромат, который составлен у нас из нот кувшинки, лотоса. Возможно, ландыш здесь играет свою роль, дыня такая водянисто-сладкая. С другой стороны, здесь ноты зелени. Я даже затрудняю сказать, какие именно из компонентов отвечают за ощущение влажных, таких больших зеленых листьев, лопуха какой-нибудь или каких-нибудь леан тропических. Такое ощущение, что какой-то букет полевых, полевых, диких растений, не культурных, не цветов и тараджереи, каких-то странных растений, но букет, в котором очень много стеблей сочных, поломанных, таких толстых, мясистых листьев. Это все очень влажное, водянистое. И третья составляющая – это горечь. В отдельные моменты на себе я слышу горечь, находящую до горечи, сопоставимой с такой желчной горечью. Но, по всей видимости, это мимоза, возможно, акации, какие-то другие древесные ноты дают такое звучание. И вот старт композиции представлен этими тремя, как будто бы параллельно идущими направлениями в аромате. Ощущение противоречивое. И я начинаю понимать тех людей, которые пишут о том, что это такое зелье из каких-то ядовитых трав, запах болотной растительности. Хотя болотной застоявшейся воды в этой композиции не слышно. Но растения действительно такие влажные, сырые, какие-то топи, которые заросли буйной растительностью дикой. Но со временем эта композиция начинает приходить в единую точку, к единому целому. И в основном своем раскрытии здесь, как мне кажется, основными нотами являются тубероза и дыни. Та самая дынная корочка, которая была популярна в 90-е годы. И, кроме того, древесина. И это сандал и акация. Это то, что я слышу. Все остальные составляющие, они создают такую ауру вокруг вот этих ведущих нот. И у меня ассоциации от этой композиции довольно своеобразные. Мне он пахнет запах лакированными деревянными шкатулками, но из древесины с оттенками горечи. Ива, тополь, что-то наподобие этих пород древесных. Иногда он пахнет карандашами, если кто-то помнит, эти советские карандаши. Свеженькие, новые в его упаковке открытые. Это краска тоже, лаком покрытые эти карандаши. Я слышала от знакомых отзывы, что пахнет ЦУМом, галантарийным отделом ЦУМа. Да, действительно, в этом что-то тоже есть. ЦУМом советских времен. Может быть, тогда там продавались флаконы Эдена. А может быть, он был популярен, и женщин, которые посещают ЦУМ, они им так часто пользовались. Но какие-то ассоциации с универмагами советских времен, с дорогими универмагами, почему-то тоже у меня присутствуют. Ну что, по продолжительности, конечно, этот аромат очень стойкий. Где-то в порядка суток его стойкость. И шлейфовый. Но я была удивлена тем, что композиция все-таки относительно легкая, водянистая. Она не удушает. Но в то же время она прекрасно слышима. Такое легкое облако, которое тебя окружает. Я, например, слышу его при повороте головы во время движения воздуха вокруг меня. Не могу сказать, что какой-то плотный кокон меня окутывает. Поэтому, как ни странно, но композиция легкая. И вопреки тому, что повествует нам эта история о рихопадении, о том, как человек утратил небесный рай и был вынужден искать счастье в каких-то других радостях уже на земле, строить земной рай. Вопреки всему этому, мне композиция нравится. Для меня она солнечная, очень насыщенная такими влажно-зелеными нотами. Цветами, которые не пахнут как цветы, а создают скорее ассоциации о цветущем саде. Теговые листья, которых нет в композиции. Но, наверное, эту идею автор тоже мог вполне заложить в концепцию данной композиции. Ну, один из наиболее интересных ароматов. Я, правда, надеюсь, что, может быть, он еще настоится и станет звучать громче. Поскольку я любитель тяжелой артиллерии, мне бы хотелось, чтобы он был поплотнее, понасыщенней. Ну, такие у меня уже были проблемы. Композиция мне казалась легкой, но со временем она начинала восприниматься уже как громко звучащая. Поэтому, возможно, со временем будет наблюдаться уплотнение композиции и громкость аромата будет усиливаться. Но, в любом случае, Дэн – это один из тех ароматов, которые заменить нечем. Аналогово ему я не знаю. Эта композиция очень своеобразная. И, безусловно, это настоящий шедевр парфюмерного искусства. Это один из тех ароматов, которые приводят в восторг и приданные поклонники сохраняют верность таким композициям на всю жизнь. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...